Девушки отдыхают Но она не соответствует тому, что происходит в данную минуту. Это значит, что-то, что говорится и происходит в данную минуту, не соответствует ситуации. И поэтому потоки речи будут запоминаться ребенком. Но также он будет запоминать, что это не имеет значения. Поэтому это действительно вредно для развития речи. Хотя речь постоянно будет звучать на заднем фоне. Но не будет иметь никакого отношения к проживаемой ситуации в данную минуту. Вы также можете посмотреть на общее интеллектуальное развитие детей и увидеть, насколько негативно цифровые медиа влияют на их повседневную жизнь. Это исследование, проведенное в Канаде в январе 2019 года. Две с половиной тысячи детей были протестированы в соответствии с возрастом на когнитивное развитие. Сначала их спросили, как часто они пользуются средствами массовой информации. Я покажу вам результаты. Скрининг 24 месяца показывает, сколько времени провел двухлетний ребенок перед телевизором. ICQ-3 — 36 месяцев. А это результат тестирования трехлетних детей. Вы видите стрелку с отрицательным числом. Это означает, чем больше времени перед экраном в два года, тем хуже умственное развитие в три года. Затем они исследовали трехлетних детей и измерили их умственное развитие в пять лет. И снова получили отрицательный вектор. Мы видим негативное влияние на развитие пятилетнего ребенка, который проводил много времени перед телевизором в трехлетнем возрасте. Если вы хотите взглянуть на это более практично, перед вами результат тестирования детей в возрасте пяти лет, которые много времени проводят перед телевизором. Было опрошено около двух тысяч детей. Им дали задание нарисовать человечка. Им сказали «А нарисуй-ка человечка». Это задание им дала детский врач. Затем эти рисунки были оценены по принципу. Есть ли у человечка руки? Они в виде палочек. Нарисованы хотя бы две линии для обозначения ног. Нарисована ли голова, ушки, нос, глазки? При такой оценке можно насчитать баллы. Это исследование показало, что дети, которые смотрели телевизор в возрасте пяти лет, более трех часов в день, значительно хуже нарисовали человечка, чем те, кто смотрел телевизор всего один час. Качество рисунков отличается. Здесь видно влияние телевизора. Поскольку телевизор существует уже более 60 лет, у нас уже есть данные долговременных исследований. Эти данные были опубликованы в 2005 году. Исследовали взаимосвязь влияния телевизора на уровень образования. Участниками исследования были дети пяти лет, и спустя 20 лет, то есть сейчас, им уже по 26 лет. Наблюдали за более чем тысячей детей. Самое старое и самое крупное исследование из Новой Зеландии. Здесь вы видите левую колонку, демонстрирующую результаты группы, кто смотрел телевизор менее одного часа в день. Она показывает, что среди тех, кто мало смотрел телевизор, есть менее 10%, которые не закончили школу. И есть более 40%, которые закончили университет. Теперь сравним правую колонку. Те, кто смотрел телевизор более трех часов. В этой группе 25% детей остались без аттестата об окончании школы. И только 10% получили высшее образование. Ученые также обращали внимание, были ли дети из бедных или богатых семей. Получили ли родители образование. Известно, что дети из социально низкой прослойки общества чаще и дольше смотрят телевизор. Семьи финансово беднее и, следовательно, менее образованы. Это все понятно. Но я еще раз повторю, эти результаты показывают развитие ребенка с 5 лет до 26 лет. Вы уже видели этот слайд. На следующем слайде красные стрелки указывают на то, что развитию мозга ребенка вредит телевизор, игровые DVD-приставки и игры на компьютере. Вы видите, что именно это препятствует нормальному развитию мозга. Это все примеры из наилучших исследований. А я вам показываю только такие исследования. Вот еще один пример. В данном исследовании изучалось, как видеоигры влияют на школьную успеваемость детей 2-3 класса. Были опрошены дети, у которых уже есть игровые приставки. Родители сказали, что ради эксперимента они тоже купят своим детям приставку. Но на эти условия пошли те родители, которые так или иначе купили бы своим детям приставку. Таким образом, детей поделили на две группы. Детей с игровыми приставками и без приставок. И наблюдали за их развитием. Можно было измерить их школьные оценки и многое другое. Сейчас я покажу вам это. Здесь вы видите тест на чтение детей с видеоприставками. Их успеваемость в чтении оказалась хуже. Другая группа была лучше. Если бы в первой группе не было бы приставки, то они читали бы так же хорошо, как и дети без приставки. Письменный язык практически не изменился. На этом слайде мы видим, как увеличиваются проблемы в школе у детей, которые неконтролируемо играют в приставку. А без приставки поведение детей было бы более адекватным. Итак, еще раз. Детей поделили на группы случайным образом. Исследование было проведено под контролем и чутким наблюдением. Это лучшее, что можно сделать в процессе исследования, чтобы получить достоверный результат. И ученые его получили. Таким образом, мы видим, что игровые приставки действительно наносят вред школьному развитию и образованию детей. А вот исследование немного в другом стиле. В США было исследовано 4520 детей в возрасте от 8 до 11 лет. Исследовали, сколько дети занимаются спортом, сколько они спят и сколько СМИ они потребляют. Затем ученые посмотрели, насколько хорошо развиты их умственные способности. Чем больше спорта и сна у детей, тем лучше их когнитивное развитие. А чем больше потребление СМИ, тем хуже когнитивное развитие. Влияние экранного времени было отрицательным. И расстояние было самое большое в этом. Спорт хорошо вот настолько. Сон тоже хорошо. А вот влияние телевизора в сравнении со спортом и сном — вот такое. Так что от спорта и сна пользы примерно столько же. А вот негативное влияние СМИ очень велико. Вот параметры этого исследования. В чем причина этого? Очень просто. Уменьшение концентрации внимания. Когда вы отвлекаетесь, вы меньше учитесь.